Охранять береговую инфраструктуру у портов и транскаспийский транспортный коридор от беспилотников и дронов. Такая задача поставлена перед военно-морскими силами страны. На базе ВАКТАО подвели итоги проведенных масштабных учений этого года. Тамара Степанова с подробностями. Масштабные учения проходят в казахстанском секторе Каспия регулярно. Военные моряки отрабатывают слаженность ракетно-артиллерийских кораблей и их экипажей. В приоритете безопасность береговой инфраструктуры портов АКТАО и Курык, а также в целом транскаспийский транспортный коридор. По нему идет не только нефть, но и другие ценные грузы. По словам контр-адмирала Бегжанова, защита объектов морской экономической деятельности от асимметричной угрозы возможных террористических атак выходит на первый план. Основная задача для военно-морских сил, это мы сейчас отрабатываем мероприятия по защите транскаспийского коридора. Сейчас видите, идут террористические акты как на нефтеповодах, газопроводах, на объектах морской экономической деятельности. И зачастую даже не знаешь, кто это выполнил, поэтому, естественно, мы сейчас должны быть к этому готовы. Морской десант – это мобильные силы быстрого реагирования. Крепкие парни регулярно отрабатывают высадку с кораблей и захват береговых плацдармов. В случае угрозы десанта штурмовая группа действует незамедлительно. Тренировки десантников сложные и многоэтапные. Ежедневные марш-броски и оттачивание приемов рукопашного боя создают высокую ударную силу подразделений. Раньше я видел Каспий по телевизору, сейчас служил десант на штурмовом батальоне. На берегу моря регулярно проходят тренировки. К примеру, в случае захвата морского порта врагом мы должны быть на заданной точке в течение двух часов. Еще одна сильная сторона ВМС Казахстана – боевые пловцы. Спецназ оснащен современным вооружением, которое позволяет им незаметно подойти к берегу под водой. На недавних совместных учениях в Азербайджане военные Казахстана показали высокую слаженность и подготовку к любым внешним угрозам. Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Ринат Дусалиев, Актау, Хабар 24.